Привет, с вами Влад А4, и Кобяков, и сегодня мы будем играть, снимать видео 24 часа, играя в трансмарк. Ну ладно, можно начинать. Всех зрителей, приветствую на вам канале, с вами как всегда я, Амир Уоррт, и сегодня мы продолжаем играть замечательную под названием Транспорт Фивер 2, это уже девятая серия, летсплея под номером 6. Начинаем мы с паровоза типа L, который мы запустили успешно в предыдущей серии, направляется он у нас из сортировочной станции во Львове в сторону, посредственно, вокзала в Ковеле. Оставляет он у нас инструменты, но что-то пока что, как я вижу, у него загрузка ноль. Это, конечно, меня не радует, но тем не менее, надеюсь, что со временем все это дело сюда будет подвозиться, и Ковель тоже будет у нас снабжаться. Может быть, нам это дело сегодня даже удастся застать. Как мы видим, собственно, в Тернополе у нас инструменты успешно заставляют, значит, до Ковеля они когда-нибудь доедут. Если мы, конечно, все правильно настроили. Еще, может быть, вне серии я там подсмотрю, что-нибудь подправлю. Ну, это уже совсем другая история, собственно, что мы сегодня будем делать. Сегодня у нас, на самом деле, довольно-таки неплохие планы, довольно-таки, так скажем, инновационные. Сегодня мы будем запускать первый самолет. Да, я хочу сегодня соединить по авиалиниям город Львов с Одессой. Чисто потому, что пока что еще вроде как не время, пока что не хочется строить большое одесское железнодорожное направление. Все-таки долго, муторно, много. Тем более, у нас пока что все вот это есть, а еще тут есть, на самом деле, что подправить. И мы, тем более, в этой серии тоже будем заниматься. Так что пока что, в принципе, по авиалиниям, думаю, что можно соединить эти два одних из самых больших города. Но, разумеется, мы сегодня не только это будем делать. Также будем организовывать поставки кирпича в Одессу. Тем самым, кстати, заложим основу для доставки кирпичей во все остальные города. Да, как вы, думаю, понимаете, когда-нибудь нам все-таки одесское направление построить придется. И непосредственно кирпичи из Одессы у нас будут разводиться в остальные города, где они у нас непосредственно требуются. Этих городов, конечно, не настолько прям много, но, тем не менее, не разбросаны сильно. Так что с этим все дело нужно будет потом очень сильно позаморочиться. Но, разумеется, как я уже только что буквально упоминал, мы сегодня займемся некоторыми обновочками и доработками опять наших уже существующих грузовых линий. Только это будет в этот раз намного быстрее, чем обычно. Перед этим еще хочу рассказать, что, как я и обещал, вне серии я увеличил немножечко количество грузовиков на практически всех линиях, где у нас катаются именно грузовички. Так что, вроде бы как, у нас тут даже и производство стали, надеюсь, чуточку увеличиться непосредственно. Вместе с этим и производство машин. И, вроде как, в принципе, более-менее все остальные маршруты тоже, надеюсь, увеличатся. Вот здесь вот я особенно увеличил, кстати, количество. И, конечно, также еще обновил немножечко грузовики наши. Теперь здесь более современные катаются, более... Прочесть, что везде теперь у нас здесь вот катаются, как раз таки отойдет штубейки. Штубейки, сколько помню, они как раз таки так и называются. И теперь чуточку больше, надеюсь, здесь будут доставлять. И непосредственно чуть больше у нас это дело будет произойти. Стали, коробочек и все тому подобное. Но сегодня уже, наконец-таки, не грузовика. Сегодня мы, наконец-таки, допилим более-менее наши грузовые поставки по железным дорогам. Сегодня мы не будем закупать ни новых составов на этой всей линии, ни добавлять новые. Но, тем не менее, нам нужно их немножечко обновить. Как помните, в предыдущей серии у нас добавилось несколько новых грузовых вагонов, которые находятся у нас непосредственно вот здесь, вот в конце списка. И мы сегодня будем их добавлять и обновлять непосредственно. У нас тут даже на полувагон вот такой вот прекрасный шестиосный добавился. Мы его тоже постараемся эксплуатировать. Вот такой открытый, вонтажный вагон у нас появился. Вагон-цистерна. Насколько помню, по идее, модовых вроде бы как новых не добавилось. Да, чисто ванильные такие вот пока что. Но, со временем, я думаю, что модовых какие-то будут чуть больше. Но, тем не менее, обновить их все-таки нужно. Все-таки вместимые здесь 18 по сравнению с предыдущей 13. Я думаю, что это очень даже хорошо. Так что мы как раз-таки прямо сейчас этим идем займемся. В основном нужно как раз-таки именно нефтяными линиями заняться. Так как все-таки больше вместимости нам нужно именно здесь. Также, как вы помните, еще в одной из предыдущих серий мы после того, как сократили эту линию до этих вот двух станций, мы ее снова увеличили до трех. Но, тем не менее, теперь у нас здесь резко нефть и довольно-таки быстро начала пропадать с этого завода. И доставляться все-таки эта нефть стала намного медленнее. Вроде как прибыль даже с этого состава тоже пошла медленнее. Так что я предлагаю нам все-таки пока что, наверное, не сокращать снова линию до двух станций. Пробовать увеличить количество вагонов здесь. И непосредственно мы здесь увеличим вместимость. Не простым количеством, а еще и за счет более нового вот такого вот вагона, у которого будет больше вместимости. Ну и что ж, я не думаю, что имеет сильно большого веса то, что у нас будет аж на 50 метров длиннее, чем предполагаются у нас все станции на этой линии. Чисто потому, что у нас все равно одна путка, она никуда больше не выходит. И не думаю, что это сильно будет опять же иметь веса. И тем более, даже при том, что вылетели состав всего лишь на 50 метров длиннее, у нас уже 504 вместимости при вместимости 260 нынешней. Так что мы заменяем. И у нас успешно должно будет все... Так, не туда нажал. Вот так вот. И у нас успешно должны будут увеличиться сильно поставки здесь. И это я очень надеюсь, что действительно произойдет. У нас все время, кстати, минус уже очень сильно увеличился. 35 миллионов стоило обновление этого состава. У нас снова бюджет упал ниже 200. Ну, уже снова поднялся до 200 миллионов. Но ничего страшного. Думаю, что сегодня мы тоже проскипаем немножко времени, и у нас это дело исправится. Ну что ж, в принципе, мы более-менее то же самое. Хочу проделать со всеми остальными составами. Непосредственно, разумеется, с вот таким вот составом тоже будет довольно-таки неплохо это все дело проделать. Кстати, у них еще и состояние уже, скорее всего, немножечко похуже, чем могло быть. Хотя доброе, но ладно. Мы тогда просто, наверное, заменим. Просто сделаем заменение здесь на этих составах. И этот поезд, разумеется, тоже заменяем. И, вроде бы как, я более-менее все поезда, которые у нас требовали изменений, я заменил. И, кстати, вот тут у нас немножечко другие обновления тут еще и произошли. Так как у нас больше здесь не нужны полувагоны, которые могут перевозить доски. Здесь теперь у нас вот такие вот леса, я не знаю, как это назвать. Ну, короче, теперь вот такой вот у нас здесь тип вагонов ходит. И будет развозить непосредственно здесь вот доски. Кстати, теперь у нас получается, да, все инструменты вместил. Весь пластик он себя тоже успешно вместил. Есть он, честно, я не знаю, когда он, точнее, не помню, как он вот останавливается. Так, ага, во вторую очередь останавливается. Очень надеюсь, что в дальнейшем он тоже будет загружать весь пластик. Вот здесь аж целых 194 штуки лежит, а вроде как не доставляется, точнее загружается не все. Как раз есть вот, ну, стоит. А, ага, 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 ясно теперь. Вот теперь будет все загружать. Надеюсь, теперь здесь будет немножко все это дело получше. Ну и что ж, с этим мы успешно разобрались. И теперь давайте, конечно, перейдем к другому нашему занятию. В принципе, чем мы обычно и занимаемся на протяжении многих других серий, это организация доставки кирпичей. Собственно, как это делается? По щучку пальцев здесь появляется линия по доставке камня до непосредственно строительного завода. Что так называется, да? Завод строим материалов. Вот, по щучку пальцев здесь появляется новая линия. Ну вот, линия непосредственно первая и готова. Даже грузовички непосредственно уже выезжают на нее. И остается всего лишь доставка этих кирпичей в саму Одессу. Что у нас появляется? Тоже по щучку пальцев. И доставка непосредственно кирпичей в Одессу у нас тоже полностью готова. Называется линия Одесса Цехл. Спосредственно как это на украинском и будет звучать. Кстати, мне интересно даже как оно тут проходит. По-моему, как-то... Как будто бы немножко кривовато, да? Или это мне так кажется? Ааа, это просто линия здесь тоже оранжевая. Я вас понял. Ладно, тогда вопросов больше не имеем. И мы за это время успели уйти в минус очень и очень хорошо. Тем более еще и за время обновления поездов. И еще что хотел я подметить немножечко. Так это то, что у нас здесь вот поезда вот эти вот целых две штуки ходят на линии Львов-Донецк сортировочные. Но пока что у них прибыль, как по мне, не прям уж высокая. В общем, 8 миллионов, конечно, приносит. Но, по-моему, раньше они доходили до 12. Я говорю, ладно, допустим, еще вот этот сейчас приедет и принесет прибыль. Но мы сейчас посмотрим, потому что мне что-то кажется, что что-то два поезда как будто бы немножко невыгодно. Он везет здесь только вот 82 из 180 возможных, 45 из 108 возможных. Типа, как будто бы он может очень даже все он может возить. Миллион триста всего лишь принес. Десять миллионов в общем. Ну, типа, как будто бы он может больше. Лично мне так кажется, не знаю, как вам. Но вмещать он как будто бы может себя больше. Даже давай сейчас он, вот он загрузился, да. Хотя, ну, типа, 36 вот этих загрузил, 36 пластика. Кстати, как будто он далеко не весь пластик загружает. Хотя, ладно, беру все-таки назад. Как будто бы ему подлиннее даже состав надо бы. Как будто бы вместимости надо побольше. Что-то он не все может загружать. Блин, это распланы средства. Что у него подлиннее? 326 метров. Не хватает как будто. Как будто вот этот все-таки последний вагон через две красоты, который я поставил, можно заменить и поставить два вот таких. Как будто бы лучше будет. И вот с этим непосредственно проделать те же самые операции. Вот так вот. И вот так вот все. 341 на 20 метров длиннее, чем должен. Но надеюсь, что здесь 20 метров на этих стрелках поместится. Для того, чтобы он успешно мог потом разворачиваться. И вот здесь вот, кстати, надеюсь, что он тоже не будет ничего нигде закрывать. Закрывать. Ладно. Хорошо, допустим. Вадебок это исправили. Ну и что ж. И что ж. Надеюсь, мы туда возвращаться, по крайней мере, в ближайшее время не будем. Надеюсь, что у нас прибыль все-таки дальше идти нормально будет. Это мы будем еще проверять в конце серии. Пора наконец-таки переходить к одному из самых интересных, собственно, кульминаций, так скажем, нашего видео сегодняшнего. Это запуск непосредственно самолетов. Первых самолетов на этой карте. Это, конечно, довольно-таки дорого. Но, тем не менее, я думаю, что мы сейчас можем себе это позволить. Очень надеюсь, что после всех этих манипуляций по поправкам наших грузовых линий, они все равно будут нам успешно приносить прибыль. И то, что у нас сейчас 140 миллионов, это никак в дальнейшем на нас не повлияет. Так что нам необходимо здесь установить аэропорт. Я думаю, что Львов у нас заслуживает все-таки, как бы, как такой, один из самых главных больших городов всей этой карты. Заслуживает большого аэропорта, там что мы как раз-таки такой здесь примерно и установим. Не знаю, как им тут будет удобнее, неудобнее летать. Но, тем не менее, как-то вот так расположить, думаю, что это можно. Хотя здесь, смотри, здесь у нас главное не перекрыть сейчас железную дорогу. Сейчас я могу бы, конечно, химию тут дотворить. А если мы здесь закрываем железную дорогу, то лучше, наверное, расположить это все дело вот как-то вот здесь. И, типа, 14 миллионов, я думаю, что мы вполне себе можем потратить на это все дело. И вот таким вот образом здесь вот... Устали мы аэропорт, да, тратим деньги. Мы сегодня, о чем мне тут пройти деньги сейчас говорить? Мы потратили на обновление состава только что, почти сотку. Что мне тут сейчас вообще-то тут распинаться пройти? Маленькие аэропорты, точнее, большие аэропорты. Так, ну здесь есть пассажирский аэродром, но это всего лишь-то аэродром. А Одесса у нас заслуживает побольше. Что у нас здесь? Сити аэропорт, да? Сити аэропорт, пакс. Так, ничего не понятно, ладно, какая в них разница. Пассенджеры, смоу пассенджеры аэропорт. Ладно, ладно, допустим. Сити аэропорт. Типа, какая в них разница? А, здесь терминал как будто бы, не знаю, где получше даже. Ну, как будто бы вот это смоу карга. А, это карга, ага, ага, ясно. Вот пассажирский, да? Типа, вот. Это у нас... Ладно, непонятно, чем различаются, но ладно. Допустим, допустим, терминалы. Один, два, два терминала. Можно сразу прийти, переверпеть. Но я думаю, что на перспективу два терминала. Можно, кстати, я там херню сделал. В Львове надо было больше терминалов кинуть. Но тем не менее, ладно. Потом, если что, будем перестраивать, добавим. И как-нибудь, если вот за два миллиона всего лишь, что-то можем здесь это все дело расположить. Теперь нужно непосредственно подключить здесь вот дороги. Потому что, чтобы подключить, нужно немножко заняться рельефом. Для этого мы успешно разравниваем здесь почву. Легким вот таким вот образом. Добавляем здесь... Кстати, давайте городские дорожки добавим. Почему бы и нет? Давайте прям вот даже вот так вот. И пристыкуем ее куда-нибудь. Вот так вот давайте увидим наверх. И вот так вот сделаем заезд. Прекрасно. И сюда нам, наверное, все-таки нужно бы расположить какую-нибудь автобусную линию. Если у нас непосредственно заканчивается на вот здесь, я думаю, что можем ее успешно продлить аж до аэропорта. Поэтому постройки пассажирские. Основок, увы, новых я не наблюдаю. Так что мы используем вот такую ванильную. Сюда ее непосредственно устанавливаем. Крывание линии ее. Получается после... После-после-после... 14-й остановки. Кстати, первый у нас находится здесь. Это хорошо. 14-й вставляем вот сюда. Потом вот сюда. И здесь первый у нас непосредственно располагается. Так, и вроде бы как да. Все проходит более чем ровно. И здесь у нас, кстати, старый автобус. Так что думаю, что в принципе, аж мы занимаемся Одессой, то и обновить подвижной состав здесь можно тоже. Как раз здесь 155-й. Это не тот, который у нас загрязнение дает огромное. Так что вот мы три штуки успешно заменяем. И теперь у нас... Эта линия будет явно чувствовать себя немножко получше. Отлично. Теперь остается в Львове сделать примерно то же самое. Думаю, что заезд в аэропорт у нас будет с окружной. Почему бы и нет. Потому что у нас непосредственно Львов позволяет иметь себе окружную, то почему бы к ней не пристыковать дорогу. Мы здесь должны разровнять, наверное, чтобы получше было. На изменение рельефа, думаю, что у нас в принципе бюджета уже должно более-менее хватать. И можем себе такое позволять. Так, и вот так вот мы непосредственно дело пристыковываем к окружной. Добавляем здесь, разумеется, какую-нибудь остановочку. Таким вот легким образом. И теперь давайте искать линию, которая может у нас непосредственно сюда пройти. Давайте третью линию все-таки лучше. Точнее удлиним. Восьмая остановочка. Здесь идет сразу же первая. Мы давайте тогда остановку здесь вот добавим дополнительную одну. Как-нибудь вот здесь вот давайте. Добавим чисто почему бы и нет, чтобы сюда вот люди вдруг доходили. Те более перспективы все равно здесь город будет развиваться. Я бы даже немножко подальше ее поставил. Рождество все равно здесь, как я сказал, в перспективе город будет сюда развиваться. Так что почему бы и нет. Здесь в принципе он и так на севере уже Львов пристроился к окружной дороге. Так что да. Нам нужно здесь вот... Остановочку можно здесь поставить. Теперь давайте уберем первую остановочку. Ну и после седьмой вот здесь мы добавим вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот и вот так вот. Здесь вроде бы как нигде никаких расхождений нет. Давайте давайте вот так будет удобнее смотреть. Да, здесь все нормально. Кстати транспорт здесь у нас проходят вот такие вот автобусы. И ну и конечно да, она у нас в минусе линия. Но давайте раз что-то все-таки в аэропорт линия, то давайте поменим разумеется на ЗИС. Тем более она станет скорее всего популярнее, рождественное ставится самолетом. Ну и что ж, так и нет, таки теперь сгонательный момент. Мы можем запускать первый самолет из Львова в Одессу. Непосредственно мы создаем здесь вот линию. Успешно у нас создано. Давайте свет немножечко посолиднее выберем. Почему бы и нет. Синих они были. Линия давайте прям сразу назовем. Дриф. Так, только надо выбрать украинский. Дриф. Одесс. Одесс. Здесь у нас будет, давайте, авиа просто. Напишем авиа. Для того, чтобы понимать, где у нас находится, какая будет в дальнейшем бездорожная, где воздушная. Кстати, можете придумать, как ее можно здесь назвать. Украина Интернешнл. Почему бы и нет. Это в дальнейшем, когда у нас они откроются. Увы, у нас пока здесь будет только лишь советский самолет. Это меня не радует. И, кстати, походу даже их у нас не будет. Так, что нам придется выбирать что-то из... Что-то немножечко более американское. Раз у нас нет ничего советского, ладно. Даже советского нет. Хотя... Не, ну, американский, наверное, получше. Так что давайте мы купим... У нас на много самолетов, давайте будем честными, денег не хватит. Ввестимость 15 человек, почему бы и нет. Так что давайте вот. Одну штуку, 3 миллиона. И запускаем на эту маршрут. Конечно, мы все прекрасно понимаем, что это, скорее всего, в основном будет чисто символически. Никогда в жизни она не окупится. Но надеюсь, что остальные грузовые наши линии смогут в дальнейшем успешно нам наши все хотелки и желания транспортные окупать. Ну что ж, я вас могу успешно поздравить. У нас появился первый самолет на этой карте. На эту линию была успешно потрачена около, наверное, 17-18 миллионов гривен. Но она успешно никогда не будет окупаться. По крайней мере, скорее всего. В принципе, мы, кстати, вроде бы как даже довольно-таки грамотно сделали. У нас, что, линия автобусов сюда подходит. Аэропорта располагается в двух довольно-таки больших городах. Так что, вроде бы как, все логично и должно окупаться. Но мы все, скорее всего, прекрасно понимаем, что очень-очень вряд ли когда-либо они у нас будут окупаться. Более у нас, что, уже в минусе на 37 тысяч гривен этот самолет. Здесь пассажиров явно сходу в моменте в Вальвове не появилось. Здесь у нас пассажиров, ну, что-то пока что вроде они тут у нас не ездят. Да, ладно. Но, тем не менее, ничего страшного. В принципе, в дальнейшем, может, что-то кто-то даже здесь и будет пользоваться. Так у нас все-таки железнодорожных сообщений пока что нет. И самолет будет очень даже пока что неплохим решением для того, чтобы садить в два больших прекрасных города. Ну и что ж, в принципе, более-менее все планы мы на сегодня выполнили за эту серию. И пора бы нам заняться скипанием времени. Я думаю, что парочку лет можем здесь пропустить, так как, получается, у нас пока что из нового было за эту серию только лишь новые грузовые вагоны. И нам нужно что-нибудь из более гражданского, может быть, транспорта, что-то понавили. Может быть, электровоз какой-то. Было бы очень даже интересно посмотреть. Так что мы давайте немножечко проскипаем время. Но, тем не менее, опять-таки будем это делать. Давайте все-таки насладимся немножечко нашим первым полетом в этом летсплее. Всего лишь-то девятая серия. Получается, деньги у нас не бесконечные. Конечно, их все равно было крайне много. Думаю, что всем согласитесь, что... 200 миллионов это даже для 930 года было очень много. И вас, скорее всего, можно было бы сделать лучше поменьше. Но если бы, в принципе, я развивался примерно вот так же, то, наверное, мне бы 100 миллионов хватило точно. Меньше 100, наверное, вряд ли. Будет довольно-таки интересно потом в дальнейшем, может быть, какой-нибудь еще ЛП-7 заметить. Где у нас будет совсем мало денег и развивать тоже что-нибудь подобное. Да, ну, тем не менее, тем не менее, пока что у нас имеется такой летсплейс с 200 миллионами изначальными, которые мы успешно пока что окупаем. Да. Такой у нас вот есть прекрасный вид на Львов. Наша большая кружная трасса здесь виднеется, разумеется. Аэропорт, вокзал. Все здесь у нас выглядит все красиво. Прекрасно. Да, это, получается, у нас один из самых больших городов на всей карте. Красиво. Красиво. Да, там у нас, разумеется, виднеется Тернополис. Мы даже вот, типа, на ускоренной камере полетим вверх. Разумеется, будет видеть всю карту. Но так неинтересно. Мы так видим эту карту каждый день, когда строим что-либо. Так что лучше смотреть, наверное, из самолета, кстати. Как к нему назад подняться. Вот так. Да? Да. Прекрасно. Вот наш прекрасный Дуглас в Ринской Советско-Социалистической Республике. Пока что. Не волнуйтесь, когда-нибудь она будет независима. Да. И вот, да, Тернополь. Донецк там, когда где-то за горами. Удивительно, конечно, что Донецк за горами, но тем не менее. Криворок. Вроде как сейчас самый большой город. Надо будет посмотреть в статистике, да. Красиво что-то. Красиво что-то. Ну что ж, думаю, что, в принципе, небольшой таймлапсик. Полета до приземления в Одессе можно устроить. Ну и вот непосредственно мы потихонечку уже приземляемся в городе Одесса. У нас шасси уже выпущены. И собрёт полностью готов к посадке. И вот он момент. Да. Я могу вас всех поздравить. Наконец-таки наш первый авиарейс на этой карте был выполнен. Самуретом Дубас на линии Львова-Одесса. Прекрасно. Появились у нас здесь пассажиры? Они не появились. Это меня не радует на самом деле. Хотя здесь, смотрите, целых 9 человек едет. И может быть, они даже успеют этот самурет, если они вообще непосредственно хотят попасть во Львов. Давайте даже сейчас посмотрим. Произойдёт ли это невероятнейшее событие. Ускорим давать немножко времени, чтобы всё-таки не сильно тормозить со всем этим делом. Так. Ага. Насмотреть. Не успели. Молодцы. Похлопаем. Так. Здесь вышла целого дофига человек. Почти все вышли, пацаны. Молодцы. Молодцы. Даже можем... Ага. Невероятно. Они идут в аэропорт, пацаны. 9 человек сейчас полетит во Львов. Невероятно. Походу настолько бесполезна эта линия. Рошану. Надо будет когда-нибудь здесь пассажиров всё-таки перевозить. Прекрасно. Ну что ж, в принципе, на этом мы успешно выполнили абсолютно всё, что нам нужно. И осталось подкопить немножечко денег и проскипать время. И, кстати, я, получается, при начальном серии успешно забыл поставить в течение времени. Очень жаль. Очень жаль. Но мы сейчас, получается, наверстаем упущенное. Просто, получается, стоя на одном месте и смотря за нашими прекрасными поездами. Или же зачем мы можем ещё смотреть. Так что, пацаны, давайте, да, мы отправляемся на таймлапсик и дойдём до 51-го, 52-го и, скорее всего, 53-го года. Ну что ж, наконец-таки наступает у нас потихонечку 1951-й год. И у нас всё добавляется... Ничего! Круто! Спасибо! Да, ладно. Тогда, получается, успешно продолжаем летать в нашем Дугласе и скипаем время до 1952-го года. Надеюсь, хотя бы там, может, что-то будет. Кстати, денежки у нас потихонечку возвращаются. За этот год у нас прибыли аж целых 32 миллиона. И денег уже почти что снова 200 лявов. Прекрасно! Таким этапом мы успешно сможем, наконец-то, наши деньги вернуть. Кстати, при этом, как мы продолжим, всё-таки хочу посмотреть, у нас здесь будет прибыль. Ха-ха! Я вас понял. О-хо-хо! Невероятно! У нас он полностью забился, оказывается. Даже чуваку осталось. Прикольно! Всё-таки самолет не настолько непопулярен, как мне казалось. Ладно, допустим. К счастью, это долетим до Львова. Может быть, в следующем году, как раз-таки. И посмотрим, будет ли у нас самолет в плюсе. Пока что продолжаем. Итак, у нас непосредственно наступает потихонечку уже 1952-го года. Это, кстати, как я сказал, в следующем году мы долетели до Львова. У нас добавилось довольно-таки много, чуть более новых самолетов. Кстати, тоже не советских. Так, у нас, кстати, давались ещё Хопперы. Кстати, Хопперы, это как будто бы хорошо, но как будто бы не очень. Хопперы, возможно, смогут привозить у нас с карьера вот этой камушки, да? Но это надо будет... Надо лучше посмотреть, на самом деле. Прямо вот так вот давайте сделаем. Фантаж. Да, они у нас только зерно. Ладно, нам пока что, увы, это не помогает. Это, наверное, не очень прям хорошо, но да ладно. Теорием денег у нас стало ненамного больше, потому что я решил ускорить время до Х4. Получается, скорости течения дат. Чисто потому, что мы в начале серии пока всё это дело строили. Я забыл поставить на нормальное время, так что пока что у нас будет... Тогда у нас было вот на Х4, чтобы, так скажем, догнать упущенное. И всё было по-честному. Да. И, но тем не менее, нам это не мешает достигать уже почти что снова 200 миллионов. Это хорошо. Но тем не менее, мне немножко разочаровано, потому что у нас больше, кроме самолётов, больше ничего нет. Это прям не с него ничего. Хорошо, тем более тут ещё и только... Где? А, я понял. Это типа... Тут маленькие только самолёты можно покупать. А тут вот только больше. Кстати, так плохо у нас получается в Одессе маленькие рапорты. Туда большой нельзя. Так, ага, всё-таки это большой у нас самолёт. И тебя смогут они всё-таки летать туда. Надо будет потом проверить. Нам пока что они слишком большого смысла не имеют. Нам даже сейчас обновлять всё это дело чисто потому, что... Хотя нет, на самолёт тут пассажиров очень много. И самолёт у нас прибыли даже приносит. Я... Не, ну я очень удивлён. У нас прибыль тут появляется. Так, мы можем обновить. Здесь у нас 19 вместимости. Стоимость 4. Ну, кстати, чем они различаются? Так, его зомничный вылет на голодой конструкции. Егор, видно, прототип. А, ага. Ладно. Допустим. Давайте тогда мы... Допустим, ну... Давайте этот, типа, прототип. Ладно. Почему бы и нет? Два мирового заменяем. И... Нормально вроде бы как. Нормально. Хорошо. Почему бы и нет? И, кстати, пока я всё это гоментирую, у нас сам по себе... Ну, почти что наступил 1952 год. Пусть в течение времени так и останется X1 для большей честности. Потому что если мы будем даты скипать медленнее, то у нас будет денег больше проходить. Это не очень хорошо. Квастных летаких. Сделать 1 миллион за месяц с помощью самолёта. О! О! 1953 год. И у нас VL-8. Ого. Это хорошо. Это хорошо. Это меня радует. VL-8. Это прям гуд. Мы дожать. Давайте им прямо сейчас воспользуемся. И новый цинементрический Егоровский вагон. На 140 км в час. Интересно. Интересно. Пассажирские вагоны. Хочу сравнить их точнее. Так. Здесь у нас он 140. Здесь тут, кстати, да, разница имеется. Разница в скорости. Но тем не менее, у нас всё равно пассажирские. Порвоз только лишь на... На 115 он всё равно не может развивать максимальную скорость, сколько возможно наше железнодороги. То есть новый Егоровский вагон нам пока что не имеет смысла. Но у нас имеет очень даже большой смысл. Это прекрасный VL-8. По сравнению, кстати, с вот этим, он у нас в два раза мощнее. Хоть и стоит, разумеется, в соответствии в два раза больше. Но я думаю, что у нас, в принципе, есть смысл добавить новый состав. Новый электровоз. Запустим нашу большую сортировочную прекрасную линию. Ливидонет, сортовальный. Сейчас управление транспортом, и мы их снова обновляем. Невероятно. Так, есть получается электрический. Нет, здесь не добавилось. Они у нас находятся вот здесь вот. Да, да. Так, и что же у нас... Какая же в них разница? Какая же в них разница? А никакой разницы в них нет. Так что давайте мы запустим один сюда. Вот такой вот в самое начало. И вот сюда вот. Вот такой. Прекрасно. Прелестно. Минус 25 миллионов, но для нас это примерно уже ничего особо не значит. Они у нас со временем успешно заменяются. Прекрасно. И у нас имеется новых два электровоза. Это меня радует. И, кстати, подождите. Мне показалось ли эта линия только что... Да! 23 миллиона плюса! Прикольно. Все-таки... Нет, мы не будем убирать второй состав. Не будем ни в коем случае. Они у нас оба приносят очень-очень много. Он у нас стоит, чего-то ждет. Здесь. Кстати, непонятно чего. Время у нас идет. А он ждет. Так, это связано с тем, что ты пропускаешь кого-то или, типа, я тебя заменил? А, хорошо. Ладно, все. Вопросы отпали. Едешь. Все прекрасно. Ну и что ж. У нас, конечно, есть новый электровоз. Но мы давайте, пожалуй, закончим на самоте. Немножко посмотрим на наш прекрасный новенький VL-8. Вот такой вот. Да, не, ну VL-8 так-то очень даже, я бы сказал, довольно-таки красивый электровоз. На критике меня радует, что мы больше приближаемся как-то к современным, так скажем, видам наших составов. И он уже имеет какие-то даже нам более знакомые очертания. Не то, что был вот этот VL-22 раньше, потому что он был прям вообще какой-то слишком уж старый. Вот это уже что-то более похоже на что-то наше. Да. Вот такой у нас теперь прекрасный новый состав здесь катается. Нам теперь нужно делать систему многих единиц из двух VL-8. Можно вот один такой двойной сюда запустить. И они у нас теперь будут кататься с большей мощностью. И, скорее всего, с большей скоростью. И это нас, разумеется, повлияет на нашу прибыль. Так как он теперь будет банально быстрее доезжать до пунктов назначений. И меньше тратить на свое обслуживание за это время. Не, ну не красиво ли, а? Мне лично нравится. Типа вот это вот место, как по мне, прям одно из самых таких вот красивых и живописных. Как раз есть у нас сейчас встретятся эти два прекрасных состава. Мы на это, разумеется, можем посмотреть вот таким вот образом. Ну, по-моему, прикольно. Мне нравится. За такое, я думаю, что даже и лайк поставить будет не стыдно, да? Ну, вы понимаете. Да. Красиво. Красиво. Кто-то тоже считает, можете не только лайк поставить, а еще и комментарии написать. За это вам буду крайне сильно благодарен. Да. Красиво. Ну что ж, а теперь мы на этом будем с вами потихонечку заканчивать нашу прекрасную серию. Где у нас там находится второй самолет? Точнее, первый самолет. Ты где? Он у нас где-то в небе. Вот. Так что мы, в принципе, можем прямо отсюда. Думаю, что запустить еще один. Так как все-таки у нас довольно-таки много пассажиров на этих линиях оказывается. И мы можем успешно второй запустить. Почему бы и нет? Прекрасно. Как раз-таки на нем давайте мы и закончим эту серию. Ну что ж, непосредственно вот такая вот она у нас получилась. Думаю-таки, кстати, продуктивная, символичная. С прибылью в деньгах. С новым электровозом. С новым грузовым маршрутом. И с новым видом транспорта. С первыми самолетами. Это меня не может не радовать. Надеюсь, вас тоже. Но тем не менее, все должно заканчиваться. Эта серия тоже. Поэтому на этом все, собственно. Огромнейшее спасибо всем за просмотр. Завайте ставить лайки и подписываться на канал. Это очень важно. Такие розовые меня очень мотивируют. Делайте очень приятно. Спасибо большое всем, кто это делает. Ну а всем вам. Я же удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Подписывайтесь на наш канал.